МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. Учет и управление. В многоквартирных домах появится автоматизированная система регулирования воды и тепла. Без границ. Чебоксары и Чаитино подписали соглашение о сотрудничестве. Финальное заседание. Депутаты Чебоксарского городского собрания депутатов 5-го созыва в последний раз внесли поправки в бюджет. Сегодня Михаил Игнатьев принял участие во встрече президента России Владимира Путина с главами регионов, избранными 13 сентября. В ходе встречи обсудили итоги единого дня голосования и планы дальнейшего развития субъектов. 13 сентября соперничество шло за 90 тысяч мандатов на уровне региональной власти и органов местного самоуправления. Владимир Путин отметил, цитирую, «Граждане стали активнее участвовать в голосовании и выразили свою позицию и заинтересованность в том, как будут развиваться их поселки, города, регионы, где они живут». Конец цитаты. Напомним, по итогам выборов главы Чувашии Михаил Игнатьев набрал 65,54% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. «Я участник всех выборных кампаний президента Чувашской республики, главы впоследствии, начиная с 1991 года. Помню, эти выборы не состоялись. Потом выборы 1993 года, 1997 и последние выборы президента Чувашии 2001 года. Так вот, могу сказать, что главной особенностью последних выборов, состоявшихся в сентябре этого года, на мой взгляд, является то, что ни разу до того, ни разу до этого, ни один из кандидатов в первом туре не набирал 65%. Это великолепная, грандиозная победа. Этого не было за всю новейшую историю, вообще в истории Чувашской республики, Чувашского края. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, надо отметить и хорошо организованную предвыборную кампанию, культурную, аккуратную. Но в этой основе, в этой кампании есть еще одна основа. На мой взгляд, это то, что сделано за последние 2-3-4 года. Нам тоже было проще общаться с избирателями, поскольку мы знали, что столько работы сделано, допустим, в области физической культуры и спорта, какие объекты построены, какое внимание оказывалось к культуре и искусству, что сделано в школах. Нам было очень легко объяснять. Вот 41 детский сад, построенный за последние годы, 100 фельдшерских и акушерских пунктов по всей республике за 3 года. За 2 последних года это 68 отремонтированных спортивных залов при школах наших образовательных организаций. Вот это основа основ, и мы говорили, мы не обещали ничего, и глава Чубарской республики тем более, но мы говорили, что это мы сделали, это мы сделали сегодня, это мы сделаем завтра, а это мы сделаем послезавтра. Выборы прошли, конечно, очень спокойно и очень плодотворно. Почему? Потому что первое мое впечатление сейчас, после тех выборов, которые раньше были, это возрос понимание людей, избирателей. То есть они понимают, кого, куда выбирают. А выбирать было, значит, человека, который что-то сделал хотя бы для начала. А вот то, что в последние годы, которые Михаил Васильевич руководил в республике, это было сделано, и люди это видят. То есть сегодня люди начали голосовать с пониманием проделанных дел, а не пустых обещаний, которые будут. И своих выступлений Михаил Васильевич не говорил, что я обещаю, а вот он говорит, надо то делать, надо это продолжить. Вот мы достигли этого уровня, значит это будет. Он говорил еще так, что ни завтра, ни послезавтра были такие слова, что ну вот не с пять лет, но через семь лет это будет сделано. Надо это так делать. Вот это как раз и, наверное, и повлияло в понимание умы избирателей, что они действительно хотят будущего. Они вот сиюминутные там листовки прочитали, как будто бы кто сказал, кто писал эту листовку, непонятно. А вот глазу на глаз встречи избирателям он этого добивался, чтобы сам лично, и чтобы вот это, конечно, сыграло большую роль. Но я не хочу сказать, что это неожиданность. Это, скорее всего, это планомерная, итоговая работа в течение пяти лет, и что хочет будущая глава, и что хочет народ. Вот это совпадение получилось, и поэтому выборы прошли так спокойно. 19 сентября в субботу в 12 часов пройдет торжественная церемония и вступление в должность избранного главы Чувашской республики Михаила Игнатьева. Национальная телерадиокомпания «Чуваши» будет вести прямую трансляцию церемонии инаугурации. Избранный глава Чувашской республики примет присягу в присутствии депутатов Государственного совета, членов Кабинета министров республики, руководителей федеральных органов власти, руководителей органов местного самоуправления в Чувашской республике и других приглашенных лиц. 13 сентября вместе с выборами главы Чуваши и жители столицы выбирали, кто будет представлять их интересы в городском собрании депутатов 6-го созыва. Однако до первого собрания действует полномочия депутатов с отзыва прошлого. Сегодня прошло их последнее заседание. Первым вопросом в повестке дня последнего заседания 5-го созыва стал бюджет. Несмотря на то, что республиканская казна по доходам на 2015 год уменьшилась на 172 миллиона рублей, городской бюджет вырос. Бюджет города на 2015 год увеличивается по доходам на 783 миллиона 439,5 тысяч рублей за счет увеличения безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней. Размер дефицита бюджета при этом остается без изменения в сумме 353 миллиона рублей. Это вот, скажем так, последняя лепта депутатов 5-го созыва, что мы уточняем бюджет, уточняем сторону увеличения. Хотя, знаете, и я несколько раз давал интервью, говорил, что у нас ожидается некоторое снижение доходной части по итогам года. Средства в городскую казну поступили с бюджета республики. В основном это финансовые вливания, предназначенные для строительства, реконструкции автомобильных дорог и других объектов социального значения, отметил председатель постоянной комиссии по бюджету Владимир Кузин. Кроме уточнения бюджета, депутаты внесли изменения в устав города, схему размещения нестационарных торговых объектов и многие другие документы. На первое заседание 6-го созыва депутаты, кстати, примерно таким же составом, соберутся уже на следующей неделе. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика. 1300 чебоксарских домов будут оснащены автоматизированной системой учета и регулирования воды и тепла. Это совместный проект правительства страны и Международного банка реконструкции и развития под названием «Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России». О преимуществах новой системы узнали наши корреспонденты. Более 10 городов России уже перешли на современную систему учета потребления воды и тепла. Старые общедомовые счетчики заменены новыми. Установлены приборы и оборудование для узлов учета тепловой энергии и потребления воды. Принцип работы автоматизированного прибора и передачи данных с узлов учета прост. Информация по радиоканалу подается на концентраторы, приборы, которые собирают информацию с ближайших домов, а далее на центральный сервис системы на базе управления жилищным фондом города. Абоненты различных уровней могут видеть эту информацию. То есть информация будет и в теплоснабжающих, и в водоснабжающих организациях. Она будет и в администрации, она будет и в управляющих компаниях. Система рассчитана на расширение, потому что это не значит, что мы сейчас один раз поставили систему, если соседние дома не попали туда, то все, они уже не будут. Нет, зона охвата будет, это же радиосистема, она охватывает весь город. Узнать информацию о потреблении воды и тепла поможет и каждый житель многоквартирного дома, который участвует в проекте. Помимо автоматизированной системы учета, в 21 многоквартирном доме установят систему погодного регулирования, что позволит жителям домов сэкономить до 30% от общедомового теплопотребления и поддерживать оптимальную температуру в квартирах. Екатерина Куприна, Сергей Рябчиков, Республика. У столицы Чувашии тесные деловые связи со многими странами, в их числе Сербия. В эти дни в Чебоксарах с рабочим визитом находятся делегации сербской общины Чиетина. Подробности далее. Чиетина – небольшой район Сербии, в котором развивается сельское хозяйство. Он также популярен среди туристов, как климатический курорт. Партнерские отношения между двумя городами начали закладываться в марте этого года. Спустя полгода руководство двух муниципалитетов подписало договор о сотрудничестве в различных сферах жизни. Такое сотрудничество между городами позволит не только перенять опыт зарубежных коллег, но и найти эффективные пути развития двух регионов. Мы всегда видим, что город развивается, и мы надеемся на лучшее сотрудничество, которое больше всего стало благодаря господину Поповичу. Мы надеемся, что все это принесем в Сербию. Основная задача нашей канцелярии это развитие экономических отношений, туризма, спортивных отношений и общие отношения между нашими странами. Мы спортом, культурой и свинью. Один из признаков цивилизованного общества гуманные отношения к людям, которые совершили преступление, отбывают наказание. Шанс исправиться дается каждому. В колониях, расположенных на территории Чуваши, отбывают наказание более двух тысяч женщин. Мария Канабих, член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, посетила лечебное исправительное учреждение номер 7 и исправительную колонию номер 5, чтобы увидеть, в каких условиях живут осужденные. Мария Канабих уже не в первый раз посещает исправительное учреждение УФСИН. В свой очередной приезд в Чувашию она осматривала, в каких условиях живут осужденные женщины и не нарушаются ли их права. Вот я была перед этим, вы знаете, в учебном учреждении. Мне очень там понравилось. Здесь я еще не все смотрела, поэтому говорить полностью о том, что я увидела, мне еще сложно. Но, тем не менее, вот сейчас впечатление производится очень-очень пока неплохое. Видела я общежитие. Общежитие видела я не самые плохие, видела самые лучшие общежития. Вот, посмотрела столовую, тут мне показалось все неплохо. Сейчас буду смотреть медицинскую часть, это очень важно. Колония номер 7 не просто исправительное, а лечебно-исправительное учреждение. Здесь отбывают наказания за преступления, связанные с наркотиками. И большая часть осужденных сами страдают зависимостью. После освобождения из-за этого пагубного пристрастия некоторые снова оказываются на скамье подсудимых. Чтобы этого не произошло, до окончания срока с ними проводится специальная работа по реабилитации. Здесь работают с ними медицинские психологи, работают с ними врачи-наркологи, психотерапевт, работают социальные работники. То есть готовят их к тому, чтобы жизнь их была без наркотиков, без психоактивных веществ. Адаптируют их к жизни на свободе без наркотиков. Соответственно, трезвый образ жизни, чтобы они вели. Находясь за колючей проволокой, многие осужденные начинают понимать, как много они потеряли, лишив себя и своих близких покоя, любви и заботы. Полные решимости вернуться к нормальной жизни, они стараются не только сами укрепиться в богих намерениях, но и помочь своим товаркам. У нас работают психологи, я сама лично помогаю в психологическую лабораторию уже второй год. Тестирование проходит ежедневно, тренинги. Тренинги вообще каждую неделю практически. У меня вообще планы грандиозные на самом деле. У меня сын взрослый, он студент высшего учебного заведения. Мне пожелаю мама. Люди, освободившиеся из мест заключения, нуждаются в социальной адаптации. В специальных реабилитационных центрах женщины могут пройти образовательные курсы по нескольким направлениям, чтобы в будущем устроиться на работу. Немаловажна и морально-психологическая помощь. Мы очень хотели сделать так, чтобы действительно вы нашли у себя силы на то, чтобы стать совершенно другим. И вот в нашем фонде «Авропра» мы стараемся проводить красные праздники. Там приходят священники. Мы стараемся с ними проводить там елки, я не знаю, восьмой главе, пасху и так далее. То есть, чтобы вы себя чувствовали среди своих близких соратников, можно сказать, победителей. Но какие бы усилия ни предпринимались сотрудниками службы исполнения наказаний, психологами, правозащитниками, волонтерами, выбор вернуться к полноценной жизни в обществе или обратно за колючую проволоку, остается за осужденными. Алексей Табинов, Сергей Рябчиков, Республика. Учительница одной из школ Вурнарского района, обвиняемая в телесных повреждениях, предстанет перед судом. Не так давно все интернет-сообщество активно обсуждало видео, на котором она наносила побои своему ученику. Побои деревянной указкой, ключом от замка и руками по голове. Так учительница начальных классов Большаяужской средней общеобразовательной школы воспитывала первоклассника. По версии следствия, в декабре 2014 и мая 2015 года обвиняемая трижды била ребенка. О происшедшем стало известно после того, как в интернете появилось видео с фактами побоев. После того обвиняемая уволилась из школы, но в ходе следствия педагог свою вину так и не признала. Предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 117 Уголовного кодекса. Это истязание заведомо несовершеннолетнего, заведомо для виновной, находящегося в беспомощном состоянии. А также статья 156 Уголовного кодекса, неисполнение педагогов обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенным жестоким обращением с ним. Максимальное наказание, которое может грозить обвиняемый, составляет от 3 до 7 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Урнарский районный суд для детального рассмотрения. Следователь требует также привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, по чьей вине это стало возможным. Сегодня ночью на пульт 01 поступило сообщение о пожаре в одном из частных жилых домов по улице Чапаева, в селе Большие Алгаши Шумерлинского района. На место вызова выехали машины МЧС. К их приезду строение было полностью охвачено огнем. Сгорели веранда, внутренняя деревянная отделка помещения, обвалилась крыша. В результате возгорания дом значительно пострадал. После тушения огня на месте происшествия пожарными были обнаружены обгоревшие тела трех человек, хозяина дома и двух его сыновей. Постоятельства там следующие. Вчера праздновали день рождения старшего сына, ему вчера исполнилось 26 лет. Нигде на постоянном месте работы они не работали. Сыновья ездили на временные заработки за пределы республики. Где-то вернулись там около двух недель назад с деньгами и потихонечку вот эти деньги пропивали. Все трое курили. Пока предварительная причина наиболее вероятна это неосторожное обращение с огнем при курении. Следственный комитет России по Чувашии проводит доследственную проверку. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Сегодня в Чебоксарах начался ремонт улицы Богдана Хмельницкого между улицей Фучика и переулком Ягодной. В четверг и пятницу движение будет организовано по одной полосе в каждую сторону. Протяженность ремонтируемого участка 1200 метров. Подрядная организация сейчас провела подготовительные работы. Ремонт дороги будет проходить с использованием новых технологий, которые позволят продлить срок службы нового полотна. Кроме того, они помогут значительно сократить продолжительность строительных работ по сравнению с традиционными методами восстановления дорожных покрытий. До выходных планируют подготовить по технологии ресайклирования полосы проезжей части для ремонта. Другого выхода нет. На субботу-воскресенье мы понимаем, что это сложно. Администрация города с трудом пошла на это. Мы закрываем совсем проезжую часть, потому как очень опасно ездить рядом с работающей установкой этой ресайклером. Поэтому хотелось бы, чтобы там не было машин, посторонних не было. Мы сейчас пытаемся работать по одной полосе. В результате будет выполнен, скажем так, скелет дороги должен выполнен после ресайклирования. Потом на него будет уложено два слоя асфальта. Выравнивающий слой, потом слой асфальта щема. Мы думаем, что эта дорога прослужит очень долго. Мы просим понимания у автомобилистов. Администрация города просит понимания, потому как другой возможности нет. Мы постараемся за субботу-воскресенье завершить основные работы. А с понедельника уже будет? С понедельника проезжая часть будет открыта. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова